Секретный космический хоспорт 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 Не спросив вас, но как профессионал вы ничего с этим не предприняли Ее очень низкий голос Оказался, ну, показался очень странным Особенно с учетом того, что она полагала, что сексуальная поза И открытая одежда помогут ей уговорить вас что-то сделать Короче говоря, манипулятор, женщина-манипулятор Она начала говорить, ее голос такой прокуренный, короче говоря, и полон обещания Меня зовут Далия Марш, опаньки Я ищу частного сыщика, мне сказали, что вы один из лучших Она протянула руку Поцеловать ее руку Короче, она вся такая лухарь Что теперь? Keep flirting, get down to business Вернуться к бизнесу, давайте вернемся Это о моей дочери Табити Она пропала Ну, это должна быть прогулка Типа легко, как прогулка в парке Прогулка в парке, где похищают Прогулка в парке похищенных детей Когда и где вы видели ее в последний раз? Женщина выдавила фейковую улыбку Мы живем в Инсмуте Это маленький портовый городок на север от Архэма Что ваш ребенок делал, когда вы в последний раз ее видели? Может у нее есть какие-то хобби, там еще что-то? Ой, вы знаете, всякие детские фигня Они просто бегают вокруг и играют в свои эти йо-йо или что-то типа того Это какой год-то? Так, есть ли у вашей дочери дети? Йо-йо Мы знаем, что такое йо-йо Давай не выпендривайся Что насчет ее отца? Как выглядела ваша дочь? Давайте про друзей сперва Одноклассники, члены спортивного клуба, что-нибудь типа того Она отрицательно покачала головой Очень странно Вы уже были готовы спросить И нет ли у вашей дочери случайно выдуманных друзей? Но сдержались Что насчет ее отца? Вы в разводе? Обычно дети, короче говоря, в такой ситуации пропадают часто Она грустно улыбнулась Моя малышка не умеет достаточно хорошо плавать, чтобы встретиться с папой Что же она имела в виду? Ну что он утонул, видимо Она готова продолжать Пусть говорит Ее отец был рыбаком Ни хрена себе у рыбака Модная Жена Как и все в деревне Несколько лет назад он вышел в море Но никогда так и не вернулся Его лодку вынесло на берег через несколько недель Ну или около недели После этого Его коллеги сказали мне, что он наконец Поддался зову волн Мои глубочайшие соболезнования Ой, она выглядит спокойно Ой, я всегда знал, что однажды так случится Я думаю, мой муж в лучшем месте сейчас И рано или поздно я, короче, к нему присоединюсь Вы пристальные взглянули на Аутфит Далии На ее одежду Учитывая ее одежду и его внешний вид Вы бы никогда не подумали, что она, короче говоря, может быть женой рыбака Больше деталей по делу Финансовая ситуация Далии Давайте больше деталей по делу Как ваша дочь выглядит? Ей всего 8 Она Самая сладенькая девочка Которую вы только можете себе представить Она пропала на прошлой неделе Бесследно Никто из ее одноклассников ее не видел И никто не знает, где она может быть Она протянула вам фото Вот, посмотрите на это, маленький мальчики О, господи Что это сейчас за эффект был? Божечки, это что, должна быть шутка? Это действительно лицо ребенка? Или херовая фотография? Вас снимают в реалити-шоу? Далее продолжать смотреть на вас с надеждой Было очень близко Вы могли проявить неучтивость Больше вопросов по делу Ладно, давайте изобразим, что мы не знаем йо-йо Вы что, никогда не слышали? В 90-е так называли Ну, типа такая популярная игрушка Здесь что-то не то Вы прям носом чувствуете Неприятный запашок этого дела Вот почему вы стали частным сыщиком Почему вы пришли именно ко мне? Инсмут в нескольких милях отсюда Почему вы хотите... Ну, наоборот Инсмут довольно далеко отсюда Почему вы хотите нанять именно меня? Я бы себя нанимать не стал Хе-хе-хе-хе-хе О чем вы волнуетесь? Вы хотите, чтобы я вам заплатила или нет? В данном этаже я хочу правду Ну, как у нее лицо скривилось Я уже попыталась, короче говоря, привлечь других расследователей Но никто мне на самом деле не поверил Вот почему я пришла к вам Ну, согласитесь, конечно Вы вздохнули Дело о пропавшем человеке Ничего необычного Маленькая девочка убежала из дома После прочтения первых романтических новелл Это для восьмилетки, мне кажется, довольно странно Ну, да, лет 12 хотя бы Тогда я бы понял На ваши расходы, короче говоря, выписала чек И удалилась Вам не нужно было много времени на подготовку Небольшой серч Позволил вам узнать, что только один поезд ездит в Инсмут И только один раз в день Слушайте, а мы с вами в какой-то игре ездили ведь в Инсмут, если помните Или это было не под запись? Где-то был уже этот автобус, в котором ты один ехал В Инсмут Нашли одну очень старую статью в прессе О том, что существует некий прибрежный город Как, так сказать, секретное направление для отдыха Лучшая рыбалка Лучший пляжный променад Аутентичные рыбаки и местные жители И все такое Далее дала вам адрес Также написала ее телефонный номер На фотографии ребенка Вы еще раз взглянули на картинку Перед тем, как упаковать свои вещи Seaside Promenade На следующее утро вы отправились в город На автобусе или Пешком, что ли? Ну, я на автобусе поеду, конечно Я что, идиот? Бостон, 22 сентября Ох, что-то лавкрафтовская вся мифология Она мне Я имею даже не мифологию, а географию скорее Она мне так нравится Прямо такая продуманная Нью-Йорк, Мэйн, Род-Айленд Ничего оттуда, короче говоря, не идет в Инсмут Вы осматриваетесь Поговорите с Клинером И продолжите сказать самостоятельно Давайте поговорим с Клинером Короче, мы не можем автобус найти Простите, где я могу найти автобус на Инсм... Не отрываясь от своего сэндвича Короче говоря, Клинер Указал на пустой угол Где может быть автобус Окей Здравствуйте, здравствуйте Здесь кто-нибудь есть? Мне нужно в Инсмут Никто не ответил Никого не было Возможно, путешествие будет бесплатно Оставить донейшн за билет Вы уважаете закон, короче говоря Стоит оплатить Даже если никто не берет с вас плату Вы положили несколько коинов В окно Несколько секунд подождали И Вдруг из окна, короче говоря Вам высунули сдачу Что это за странные монеты? На них изображен Крюк Рыболовецкий Ну окей, ладно Это, короче говоря Автобус, он убогий Вы даже не очень себе представляете Как эта штука должна ездить Небольшая очередь Очень странных людей Никто не выражает никаких эмоций Никто не пытается Пролезть без очереди И все такое На табличке, значит, написано Инсмут Никакого времени отбытия Никаких остановок Только Инсмут Вы, значит, поднимаетесь в автобус Показать билет Показывайте билет Никакой реакции Ну и хорошо Вы видите что-то странное На спине у водителя Не можете никак понять Что это такое Вы стоите у двери Ждете какого-то Окей Или кивка Ничего Ну и поехали Люди ждут Спокойно И вежливо Продолжать идти Мы же с вами знаем К чему это все идет Правда? Последняя скамейка Свободна Почему просто не сесть В один из пустых Рядов Здесь он сзади И все остальное Уже занято Ну на отдельную скамью Короче сядем Вы садитесь аккуратно Чтобы не испачкать вещи Короче говоря Автобус стартует Безо всякого предупреждения Какая-то желтая бумага Значит по полу катается Вы поднимаете ее Смотрите Это газета InSmart Illustrated Апреля прошлого года Прочитать газету Конечно Что значит сесть на нее Подожди Мы должны прочитать Согласно каким-то стикерам Подписчиком этой газеты Был некий Си Джи Юнг InSmart Illustrated Там много Всяких статей Если верить им То в конце Вашего путешествия Вы должны были бы Ожидать от города Что это прям Туристическая мекка Очень увлекательная поездка Прочитать еще немножко Вы хотите прочитать Каждую чертову статью В этой газетенке Вы выяснили что InSmart У нее действительно есть Всякие прогулочные зоны И даже есть Пляжный бар Открытый В прошлом году Наконец вы Доходите до Кроссворда В конце газеты Который оказывается Неожиданно сложным Много Короче говоря В газете Предложений по рыбе Увидимся позже Что Да вы Это видите Вы застряли на Making pastries But with age Или Tall road В данном Это слишком сложно Короче Это он Про Кроссворд все еще Короче говоря Приезжает указатель InSmart Люди начинают Собирать свои вещи Любопытно Вы начинаете Смотреть Через переднее окно Через боковое Через боковое Автобус проезжает Мимо Чего-то огромного Что это такое Склад Парковка Многоярусная Почему бы Нечто подобное Здесь было Видите Значит Деревянную табличку С объявлением InSmart Park And Right Area Очень много Машин тут торчит Такое ощущение Что они здесь Стоят уже много лет Песок Покрывается Скамейки Короче Сиденья И Окна машин Ну все Приехали Вы уж извините Что я недословно Перевожу Но Просто Это затянулось бы Наконец InSmart Вы Осмотрелись Потянули ноги Ну Чтобы прогнать Весь стресс Этой поездки Новая Англия Вся фигня В центре Площади Значит Фонтан Стоит Вы вдохнули Чистый воздух Фонтан Фонтан Представляет собой Огромную Рыбоподобную Тварь Из которой Течет вода Ясно Такое ощущение Что там Людские фигуры Под ней Их лица Смотрят прямо на вас Видимо Как давно вы тут стоите Вы начинаете Осматривать Городскую площадь И замечать Все больше и больше Странных деталей На каждом углу Вы видите Некие Некие Орнаментальные Статуи И Барельефы С рыбами Но это Типа Не обычные рыбы Это какие-то Языческие символы Так вот Окружающих Домах Вы можете Видеть Лица Возле окон Похоже Местные Смотрят на вас Так Добро пожаловать В Инсмут Говорит Вот эта Вот видимо Хрень Повернуться А нет Это Вот эта Бабулька Говорит Блин Ну это Портится И лавкрафтовщину Вот этот Стиль Анимации Все портит Добро пожаловать В Инсмут А это Вот статуя Вот эта Фонтан Как раз Как хорошо Что вы Посетили нас Маленькая Старая Женщина Как хорошо Что вы Здесь Я заметила Что вам Понравился Наш местный Фонтан Он был Построен В 1704 Году Абдуллой Некротизом Абдуллой Некротизом Абдулла Некротизом Любимым художником И другом Чарльза Декстера Тилингаста Основателя Инсмута Центральная Фигура Это подарок Что там путешествия Они видимо вдвоем путешествовали Вместе В Каир Вы можете видеть Здесь Египетское влияние В работе Некротиза Здесь И вот здесь Она Значит Показала Все направления И здесь Я уверен Вы уже Сами их заметили Вы Выглядите Как кто-то Кто разбирается В искусстве Сказала она С широкой улыбкой Вы все еще В шоке Конечно Я Арт-историк Ой Я так и подумала Как грубо С моей стороны Что я не представила себя Меня зовут Мюриэль Пупинг Плейс Я Директор Парковой Комиссии Директор Туристического Офиса И Глава Комитета Велкоминг Короче Комитет Та-да Добро пожаловать В Инсмут Ну понятно Божечки Почему бы вам Для начала Не взять карту Этого города Взяли карту И положили в карман Если вы хотите Узнать больше О нашем прекрасном городе Который заслужил East Coast Станингтаун Эворд Конечно Почему нет Городской центр Здесь Должен быть Следующей остановкой Вашего путешествия Там Оживленно Короче говоря Шоппинг стрит В Инсмуте Нихрена себе Инсмут Развился С последнего Нашего посещения Да Я знаю О чем вы думаете Этот город Не знаю Не знаю Не знаю Как это перевести Но Короче говоря Мы Твердо стоим На ногах Особенно После получения Премия Из Станингтаун Эворд Ее пальцы Теперь указывают На разные точки На карте Старый Город В Инсмуте Полностью Перестроен Что ли Или обновлен Вы могли бы подумать Что Со старыми Фасадами С фасадами Старых домов Ничего не случилось А нет Полностью Сохранен Значит Презерв На расстоянии Четырех миль Отсюда Вы не найдете Ни одного Нового здания А потом Она показала На прибрежную Линию На карте Это просто Великолепный Пляжный Променад Сказочный Пляж Сам по себе С баром Там короче Все лучшие Напитки Короче На пляже Вас ожидает Полное Расслабление Спасибо Большое Мадам Ничто Не дает Мне больше Больше Удовольствия Чем Значит Ну Встречать Посетителей И радовать И радовать Как долго Вы Планируете Здесь оставаться Ну Типа Может быть Неделю О Как чудесно Вот Возьмите Купон Отеля Гилман Там Вы найдете Люксовые Люксовые номера 19 века И И Испытаете Софистикейтед Сервис Тут В отеле Короче говоря Останавливались Кто только не Останавливался Политики Голливудские Звезды Поп Кумира И так далее И целых Два Настоящих Президента Просто скажите Что Мюррель Вас послала Слушайте Сэкономим Так много Еще нужно Посмотреть Знаете ли Спасибо Еще раз За все Все Мюрель Отвалилась Время подумать О том Куда нам Стоит Пойти У вас Важный Выбор Который Сейчас Нужно Сделать Сити Центр На Севере Вы Можете Видеть Старые Вот эти Украшенные Дома Центральной Городской Площади Но так как Это город Приблежный У Инсмута Также есть Харбор Ну и Дримми Бич Вот тот сам А также Согласно Вашим Исследованиям Только что Проведенным В разговоре С Мюррель Видимо Единственный Отель в городе Это Гилман Хотел Расположен В старом Городе Вы думаете Что есть Смысл Его проверить Ну Наверное Но вдруг Вы в ужасе Короче говоря Вы забыли Ваш Бривкейс Такого С вами Никогда Не происходило Вы обычно Всегда Держали себя В руках Вы решаете Отправиться В Гилман Хотел Смотрите Какой красивый Хотел Вы Эту крышу Издалека Увидели Это Гилман Хотел Галерей Гаргулий Там Все такое Все такое Исследовать Машины Прогуляться Вокруг Отеля Идти Сразу На вход Давайте Исследуем Машины Прошли к Античной Машине Ну Вы не Автомобильный Эксперт Но машина Выглядит Древней Однозначно Никаких Надписей Ничего Возможно Это Вен На котором В котором Бедная Табита Была Похищена Или Типа Того Ну Чушь Конечно Гилман Хотел Так Проверить Малди Дамп Вылезай Оттуда Говорите Вы Громко Никто Не Отвечает В смысле А мы В отель Не пойдем Что О Какая Статуя Точнее Это Фонтан Городская Площадь Стремно Выглядящий Фонтан Огромная Рыбоподобная Каменная Статуя Которая Клешни В воздух Подняла Ну мы Здесь были Подожди Ну давай Пойдем К фонтану Ладно Здесь Тихо Спокойно Можно Отдохнуть Вы Присели Где-то В тишине Ближе К другим Туристам Где-то В тишине Конечно У подножья Фонтана Сел Как Возможно Что Девочка Может Просто Испариться В таком Милейшем Месте Если 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 Убежала Из Дома Где Она Может Быть Если Она Была Похищена Не Является Ли Это Довольно Обыденной Ситуацией Когда Таких Как Она Похищает Что-то Вернуло Вас В реальный Мир На Вас Кто-то Значит Смотрит Он Улыбается Показывая Свои Гнилые Зубы Это Пьяница Что-ли Опять Дать Ему Немного Монет Он Благодарно Улыбается Забирает Деньги И потом Вдруг Говорит Вам Стоит Уехать От Него Разит Алкоголем Правильно Ли Вы Расслышали Вы Должны Уехать А Немножко Нервирует На нас И на туристов Смотрят Люди Со Странными Лицами Так Вы Знаете Этот тип Улыбки Они Религиозные Фанатики Посмотрите На их Уши Нахрен Что Это За Фигня Блин Вот Рисовка Прям Все Портит Слушайте Мне Не Нравится Вот Эта Рисовка Все Прикольно Но Рисовка Не Нравится Что Вы Хотите Блондинчик Заговорил Первым Если У вас Время Поговорить О догоне Нашем Боге И Спасителе Ну Давай Рассказывай Что Дагон Эзотерический Орден Дагона Основная Религиозная Организация В Инсмуте Наша Религия Подчеркивает Второй А Бла Эспаньол Расскажи Мне еще Конечно Инсмут Не всегда Был успешной Рыболовецкой Деревней Ни хрена себе В этом мире Инсмут Это успешная Рыболовецкая Деревня Представляете Которую Вы видите Прямо Сейчас Все изменилось Как В конце В начале 19 века Когда Обет Марш Ну это Нам с вами Знакомый Персонаж Принес В Инсмут Новую Религию Основал Эзотерический Орден Дагона Вы сейчас Сказали Марш Как Далее Марш Они Переглянулись Ну Фамилия Марш Очень Распространенно Здесь Очень Распространенно Подтвердил Другой Это Примерно Как Имя Смит В других Местах Или Доу Доу Это Не имя Это Когда Не знают Ну ладно Не Перебивай Меня Сказал Старший Младшему Просто Пытаюсь Быть Полезным Что Такое Дагон Рассказывайте Отличный Вопрос Дагон Прежде Всего Символизирует Трансформацию Переводит Так Сказать Заставляет Людей Прогрессировать Высшие Планы Типа Революции Ну вот Такой Ну короче Говоря Понятно Там Эзотерическая Хрень И нет Никаких Там Деньговыкачиваний И всего Остального Ну как В ТВ Шоу Конечно Нет Деньги Превратятся Превращаются В бумагу И на На самом деле Полностью Устраняются Что Мне Нужно Делать Чтобы В этот Подводный Рай Уйти Ну Оседлать Своих Морских Коньков Вы знаете Орден Дагона Маленький Но Сплоченный Это Само Сообщество Я Мне Все Понятно Вы Соврали С победительной Улыбкой Ну Давай Тест Свой Я Думаю Я Присоединюсь Человек Протягивает Вам Маленькую Белую Карточку Заходите В нашу Церковь Как Нибудь Мы Находимся В Харбуре Вот В этом Вы Положили Карточку В карман Двое Мужчин Свалили Интересно Церковь Дагона Доминирующая Религия В этом Городке Экзотический Культ И Вся Фигня Да Действительно Очень Интересно Достаточно Травить Время Куда Мы Отправимся Давайте Осмотримся По Подворотням По Шаре Никаких Следов Короче Говоря Сломанные Окна Доски Там Валяются И все Такое Половина Домов Похоже Заброшена Первый Шоп На углу Это Маленький Снэк Бар Он Называется Джоус Пицца И Бургер Открыт Типа С 70 Годов Барбершоп Look at The Borded Up Shops В Arcades Давайте В Пиццу Я вот Не помню Здесь Появлялся Значок Сохранения Давайте Спросим Про Пропавшую Девочку Очень Странный Вопрос Вы знаете Эту Девочку Она Пропала Я ее Ищу Будет Что-нибудь Заказывать Ну Ну Давай Окей Я положил 20 Баксов Доставил 20 Баксов Из кошелька Возможно Вы Можете Оказать Дополнительные Услуги Кажется Он Показывает Небольшое Количество Мотивации Давайте Посмотрим Еще раз А Такой Возраст Возможно Стоит Спросить В Аркадах Там Короче Дети Большую Часть Времени Проводят Вы Покидайте Магазин Так Барбершоп Тут Что Нет Гигиенной Инспекции Зайдем Барбершоп Здравствуйте Кто-нибудь Есть Какой-то Джентльмен Который Спит Короче Говорю Что Вам Угодно Спросить Про Пропавшую Девочку Ищу Пропавшую Девочку Табиту Марш А Чего Хотите Хотите От Меня Возможно Не Лучшее Время Давай Давай Пострижемся Хотите Чтобы Я Подравнял Ваши Волосы Конечно Шорт Хэркат Постригите Виски Перманент Ну Давайте Постригите Виски Очень Хорошо Так Ну Стрижка Идет Идет Насчет Пропавшей Девочки Я знаю Эту Девочку Короче говоря Он говорит Какая у нее Прическа Что еще Можете Можете О ней Сказать Боюсь Это Все Почти Готово В зеркале Перед собой Вы Видите Что Вас Очень Хорошо Подстригли Восхититься Его Работой Замечательно Великолепно Все Такое Ой Ну Что Вы Вы Знаете Мы Не особо Много Думаем О Незнакомцах Здесь В Инсмуте Но вы Один из лучших Людей Которых Я когда-либо Видел Ну и Замечательно Будет 25 Баксов Мне Действительно Стоит Прибраться Здесь Так Окей Остальные Магазинчики Там DIY Store Bookstore Закрыто Ну давайте В аркейд Вот это Сохранение Правильно Я понимаю Аркейд Сложно Пропустить Там Музыка Все Такое Знакомые Звуки Проникают Вам В уши О Правда Аркейд Смотрите В Инсмуте Аркады Нахрен Нахрен Аркады Ладно Господа Смотрите 40 минут Мы с вами Посмотрели На эту игру Я считаю Что это Достаточно Для первого Взгляда Пишите Я не знаю Пишите Что вы Думаете Будем мы Проходить Или нет Мне В принципе Все нравится За исключением Рисовки Персонажей Вот Рисовка Персонажей Прям Очень Плохая Я очень Такое Не люблю В остальном В принципе Интересный Текстовый Квест Не знаю Зачем Здесь Здесь Эти Штуки Есть Здесь Какой То Рандом Или Еще Что Загадочно В любом Случше По моему Насколько Я помню Если Я не Ошибаюсь Игра Вроде Как Довольно Короткая Ее Даже Критикуют Немного За Это Это Плюс То есть Мы сможем Пройти Ее Достаточно Быстро Я Думаю Что Будем Поигрывать В нее Потому Что Она Забавная Ктулхом Он Нарисован Видите В общем Весел Пишите Что Думаете Об Игре Пишите Что Думаете О том Когда Лавкрафта Из него Убирают Немножко Эту Мрачность И Добавляют Такую Полу Саркастическую Да Обертку Потому Что Здесь Она Явно Полу Саркастическая Такая С прикольчиками Ну И Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Подписывайтесь Вконтакте И все Такое Вы были на секретной Космической Станции Хоспорта Я Хоспорт До новых Скорых Встреч Пока Субтитры Субтитры